До тех пор, пока человек находится, ребенок на уровне манипура чакры, для него будут интересны именно образы, потому что манипура чакры отвечает за картинки, которые меняются. Для этого и создан телевизор, в принципе, чтобы этими картинками заглушить разум человека. И человек становится, мягко говоря, зомби, грубо говоря. Хотя он нормальный, хотя он даже институт может успеть закончить. Ну, кому-то это удается, по крайней мере, в современном мире. Но, тем не менее, это будет потребитель, который будет не понимать цели, в которой живет, а будет проживать те программы, которые ему внедрили. Грубо говоря, переведу на современный язык. Опять-таки, то, что я привел пример с капельницей, через которую в человека вливают определенную жидкость, это именно так. Информация имеет вес. Чем больше информация накапливается, тем сложнее потом человеку будет идентифицировать самого себя. Он будет идентифицировать себя с теми образами, которые в нем накоплены, и вести себя соответствующим образом. Поэтому, первое, ограничьте количество вливаний этих в себя. Второе, прикладывайте усилия, чтобы из манипура чакры выйти выше. Если человек выйдет на уровень на хата чакру, у него сразу меняется взгляд на реальность. Он будет любить природу, он будет наслаждаться какими-то более эстетическими вещами. Почему, допустим, мало людей, которые любят классическую музыку, или мало людей ходят в Рейхиковскую галерею? Потому что люди живут на другом уровне. Им нужны, как вы говорите правильно, спецэффекты. А они понимают эти длинные мелодии какие-то странные. Их давно уже регламентировали жить иначе. Но чем выше человек становится в своем развитии, или уцеленным, и эволюционным, и энергетическим, тем более тонкие вещи он способен понимать. Чем более грубыче, тем ему не получается тонкие вещи вообще воспринять. Продолжение следует...